Всем привет! Сегодня мы нарисуем главную фотографию для карточки товара на Wildberries. У меня уже есть отрисованная фотография для женской куртки. Сейчас мы попробуем ее повторить. Для дизайна я уже подготовила фоновое изображение. Это какой-то типичный фон, который можно найти на сайте Freepik. А также я подготовила товар, вырезала его от фона. Итак, приступим. Первый шаг, который мы делаем для отрисования в карточке товара Figma, нам нужно нарисовать в фрейме. В фрейме мы берем размером 900 на 1200. Это стандартный размер для Wildberries. Его также можно загрузить на Ozone, но на Ozone предпочтительнее брать квадратные изображения. Затем я переношу наше фоновое изображение в наш фрейм. И уменьшаю его непрозрачность. Значение, которое я использую, это где-то 30%. Также помимо фонового изображения, в фоне я еще использовала градиент. Для того, чтобы сделать градиент, я просто перекрашу фрейм. Кликнув на пример моего изображения, мы можем увидеть, какой именно у меня градиент, а точнее его числовые значения. Но я для того, чтобы не запоминать все эти цифры, просто заключу уже имеющийся градиент в моей карточке в стиль и применю его к своему новому фрейму. Для этого во вкладке Fill я нажму на 4 точечки и нажму плюсик. Пропишу название нашего стиля и нажму кнопочку Create Style. У нас создался стиль градиента, который я применяю ко второму моему фрейму. Таким образом, делая стиль, можно значительно сэкономить время в своей работе. Затем я переношу наш товар на примерное его месторасположение. И мы переходим к написанию нашей текстовой части. Берем инструмент текст и прописываем необходимый нам текст. А именно мы прописываем заголовок товара. Каждую строчку в заголовке я прописываю отдельным текстовым слоем. Так мне будет в дальнейшем проще с ним работать. Потому что у каждого текстового слоя в заголовке разный размер шрифта. Далее корректирую по размеру наш заголовок. И переношу наш заголовок на примерное месторасположение. Затем я выделяю весь наш текст. Беру пипетку и перекрашиваю наш текст в необходимый нам синий цвет. Также данный цвет я переношу в стиле. Также мне нужно нарисовать подложку. Под слово «зимнее» я беру для этого инструмент «прямоугольник». Перекрашиваю нашу подложку в наш цвет. Переношу слово «зимнее» на передний план. Это я делаю в слоях. И перекрашиваю слово «зимнее» в белый цвет. И подравниваю все по размеру, который мне нужен. Все аккуратненько подравниваю, выравниваю и дублирую текстовый слой. Нам нужно написать наполнитель нашей куртки. Я использую все тот же самый в шрифт. Шрифт называется «untboarded» и уменьшаю его в размере. Состав прописывать на этот раз можно в одном текстовом слое, но весь текст я выравниваю по правой стороне. Также обратите внимание, что между строчками у нас довольно-таки маленькое межстрочное расстояние. Я его увеличиваю для того, чтобы создать больше воздуха в работе. Также обратите еще внимание на один момент, что все текстовые слоя в данной работе выровнены по одной лилии. На самом деле, это довольно частая ошибка у начинающих дизайнеров, когда они хотят скреативить и выравнивают текст. Какой-то по центру, какой-то по правому флагу, какой-то по левому флагу. Лучше, если у вас немного опыта в работе, то всегда выравнивайте все по одной линии, по одному направлению. Так легче считывается иерархия, и так вашему потребителю, вашего дизайна проще ориентироваться в информации. Отдаляю работу, смотрю, как она смотрится издалека. Немного не нравится заголовок товара, поэтому немного увеличиваю шрифт там, где он мне не нравится. Также, если вам необходимо выровнять весь ваш шрифт по одной линии, используйте инструменты выравнивания. Выделяйте все и нажимайте на одну кнопку. Эти инструменты находятся в верхней части инструментов при выделении нескольких объектов. Ну и последнее, что мы сделаем в данной карточке, это стикер, в который мы пропишем температуру, которую выдерживает данная куртка. Для этого необходимо нам нарисовать круг. Круг в фигме автоматически рисуется заливкой, но нам необходимо от этой заливки избавиться и оставить только контурную обводку. Ставим плюсик напротив стров, увеличиваем толщину линии в контурной обводке и перекрашиваем все в белый цвет. Это пока что черновой наш вариант круга. Далее мы прописываем наше слово, которое должно идти по кругу, после чего нам необходимо применить к данному слову и кругу плагин. Мы выделяем два объекта и ищем плагин to pass. Если этот плагин у вас еще не установлен, то советую его установить, потому что он помогает скруглять текст, различные объекты распределять по кривой. Он очень полезный. Выделили два объекта, нажали кнопочку linked, и увеличиваем понемногу межстрочное расстояние. Как видите, наш текст довольно хорошо распределился по кругу, а дальше мы производим несколько технических операций. А именно, для простоты и удобства поворота текста по кругу нам нужно выделить все текстовые слои, которые плагин нам образовал, и объединить в отдельную группу. Эта группа должна быть отдельной от самого круга. Таким образом, проще поворачивать текст так, как нам надо, и проще его выравнивать по самому кругу. Забыла указать, и для того, чтобы объединить слои в группу, нужно выделить необходимые нам слои, и нажать горячее сочетание Ctrl-G. Следующим шагом мы прописываем температуру, увеличиваем текст, и увеличиваем толщину текста. Кстати, в слове выдерживает мы толщину текста уменьшили, наоборот. Вот. Распределяем температуру в центре круга. Объединяем все в группу и переносим на наш фрейм. И спускаем по слоям, чтобы наша фотография с нашим товаром находилась над данным слоем. Также я немного повернула наш стикер, и в дальнейшем я просто уменьшаю непрозрачность у всех цветов, которые применены здесь. Где-то на 60%. Отдаляю нашу карточку, смотрю на то, что у нас получилось. Мне не очень нравится, как выглядит наш стикер. Мне кажется, он слегка немного огромный, поэтому я немного корректирую размер и его расположение. На этом все. Вот такой вот результат у меня получился. Если вам понравилось данное видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет больше видео про карточки товаров. Ну, а если вам нужен дизайн карточки товаров, то переходите под видео. Там есть контактные данные, куда вы можете написать, и я вам отвечу и проконсультирую вас. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok